День памяти святой великомученицы Варвары Илеопольской отметили накануне в Екатеринбурге. Несмотря на то, что эта угодница Божья жила еще в III веке на территории Малой Азии, она имеет большое значение для Уральского региона. Почему, расскажет Надежда Калинина. Эта небольшая, но очень красивая церковь когда-то была домовой при детском приюте. В 1924-м Свято-Николаевский храм был передан Уральскому отделению геологического комитета, а позже стал одним из помещений Горного университета. В 2003-м на средства выпускников, преподавателей, студентов и других жертвователей началось восстановление Свято-Николаевской церкви как храма горняков России. В День Небесной покровительницы людей этой профессии, великомученицы Варвары, приход посетил епископ Среднеуральский Евгений. Здесь учащих и учащихся, вас и всех православных христиан, напоминет Господь Богу по Царствии Своем, всегда ныне и пристно, и в обеки веков. Святая Варвара родилась в аристократической семье и отличалась особой красотой. Чтобы скрыть ее от посторонних глаз, отец спрятал дочь в башне. Там девушка много размышляла над тем, кто же сотворил всю ту земную красоту, которую она видит из окна. И когда не было отца, она познакомилась с христианами, они открыли ей истину. И один из священников, который под видом пупца находился в этом области, он просветил ее благодатью Божией, она стала христианкой. Почему же святая Варвара считается небесной покровительницей горняков? Дело в том, что в ее житии описан случай, Когда отец девушки узнал о том, что она не хочет выходить замуж, а предпочитает быть невестой Христовой, он разгневался на нее, выхватил меч и побежал за своей дочерью. Спасаясь бегством, Варвара встретила на своем пути огромную скалу. По молитвам Господу, в скале появилась пещера, в которой и смогла спастись девушка. С тех пор шахтеры, альпинисты и горняки особо почитают святую, а сам храм, который украшен мрамором разных цветов и другими камнями из различных уголков мира, становится еще красивее благодаря прихожанам. У нас есть община украса, мы занимаемся благоукрашением храма. То есть цветы в вазах, украшение иконы, украшение храма к праздникам, двум на десятым и, естественно, Рождество, Пасха. А еще при храме есть служба милосердия во имя святой старстотерпицы царицы Александры. Мы окорбляем наркологический диспансер, институт кардиологии, детскую больницу. Также у нас есть патронажные адреса. Наши сестры приходят, рассказывают о нашем храме, об отчестве трезвения, раздают иконки, крестики, беседуют с пациентами. Поздравляя всех с праздником, Владыка Евгений сравнил путь горняка и христианина. И христианин в своей духовной жизни, в своем духовном пути тоже должен сходить в гору. Когда наступает вечер, заканчивается суета дня, христианин должен, призван, отложить всякое мирское попечение, взять в руки посох веры, взять книжечку молитвослов и походить по горам, отвлечься от суетного и пристать вечным. Так же, как и горняки спускаются в недры горных пород, так же и христианин ищет сокровенные тайны Божии, которые сокрыты в Евангелии и в сердце самого человека.